Об охране окружающей среды, правах граждан в этой сфере и вовлечении общества в борьбу за экологию. Об этом мы поговорим сегодня. Это Актуальное интервью. Здравствуйте! У нас в гостях сегодня Алексей Попов, исполнительный директор Фонда сохранения окружающей среды Ненецкого округа, Екатерина Хмелёва, руководитель программы экологического законодательства Всемирного фонда дикой природы, и Юлия Якель, директор Центра по сохранению биоразнообразия, традиционных знаний и правового просвещения хранителей. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас сегодня на повестке дня тема экологии, тема окружающей среды, защиты окружающей среды. Не просто так, завтра в Наринмаре стартует тренинг-семинар, посвященный этому. Можно подробнее о нем поговорить? Да, конечно. Этот семинар проводится Всемирным фондом дикой природы, организацию, которую я здесь представляю. В рамках большого проекта, который направлен на вовлечение именно граждан, их организации, просто граждан, в охрану окружающей среды. И этот проект для нашей организации, с одной стороны, он не очень типичный, потому что мы привыкли защищать тигров, парсов, северных оленей, в дикой природе, с одной стороны. Но, с другой стороны, на самом деле, вся наша работа как природоохранной организации непосредственно связана с деятельностью простых людей, граждан и их организаций. Потому что без участия каждого человека невозможно сохранить те богатства природные, которые есть на нашей матушке Земле пока, в России в частности. И этот проект имеет несколько компонентов, в том числе компонент, в рамках которого проводится этот семинар, который направлен на обеспечение взаимодействия населения с компаниями, с государственными органами. Но для того, чтобы это делать эффективно, то есть чтобы участвовать в общественных обсуждениях, для того, чтобы знать, как запрашивать информацию о состоянии окружающей среды, для того, чтобы просто знать свои права, необходима информация, необходимо знание. Вот именно для этого мы проводим этот семинар, чтобы обучить и дать первичную пока информацию, первичные знания, немножко умения мы постараемся дать в ходе этого семинара представителям разных природоохранных организаций, представителям коренных малочисленных народов, просто гражданам, которые заинтересованы в сохранении окружающей среды, чтобы дальнейшее взаимодействие было более плодотворным. То есть, скажем так, этот семинар-тренинг, это не только для тех людей, у которых профиль такой, да, защита окружающей среды, экология, но и для тех, кто просто интересуется этим вопросом. Ну, вот сейчас, я так понимаю, наши коллеги, которые нам помогали организовывать этот семинар здесь, сейчас в основном, конечно, люди, которые все-таки этим уже начали заниматься, будут завтра на нашем семинаре, те, которые объединены в какие-то организации. Но, вообще-то, эта тема важна, на самом деле, не только для тех, кто уже занимается, а просто для обычных граждан, потому что непосредственно все мы живем на этой земле, я повторюсь, и являемся частью природы, и без того, что, без знаний, как сохранять, невозможно, собственно, это сделать. Ксерина, скажите, этот семинар, он проходит почему в Наринмаре или в других городах также? Этот проект, просто вот этот проект, который большой, вот конкретно этот проект, он направлен на, именно он направлен на сохранение окружающей среды, увеличение населения именно в Баренцово-Морское отделение, которое не только морем занимается сохранением морских ресурсов, морской среды, но и, естественно, на суше, очень большой проект. И он состоит из нескольких компонентов, как я уже сказала, и реализуется в нескольких местах, в нескольких регионах, которые входят в этот эко-регион, как мы называем, в том числе Наринмар, поскольку здесь сталкиваются интересы как недродобывающих компаний, так и коренных молодчих народов, которые ведут традиционный образ жизни, не просто граждан, которые пользуются и являются, как я уже сказала, частью природы, и просто заинтересованы в сохранении окружающей среды. И именно поэтому вот это вот один из регионов, где мы достаточно активно работаем, и уже на протяжении многих лет просто вот наша работа в данном случае вот такой немножко другой ракурс, немножко, может быть, непривычный приобрела. Екатерина, отчасти вы уже, возможно, ответили на этот вопрос, но хотелось бы вот понять суть, что такое охрана окружающей среды и все-таки управление природными ресурсами. В чем заключается эта деятельность? Ну, это очень многогранная деятельность, на самом деле. Охрана окружающей среды начинается с, ну, если совсем примитивно, с того, что вы соблюдаете правила по, не знаю, по тому, как вы обращаетесь с отходами, то есть с мусором, если мы говорим бытовым языком, да, и завершается это деятельностью государства, направленной на конкретное управление уже, управление там, как сохраняется окружающая среда посредством мероприятий, которые осуществляются на предприятиях, в компаниях, посредством принятия законов, посредством создания особо охраняемых природных территорий, посредством определенных правил, правил, которые накладываются как на природопользователей, так и на, ну, просто на самом деле на обычных граждан, потому что они тоже должны соблюдать те правила, которые есть. И управление природопользованием, это немножко другая часть, то есть с одной стороны, ну, принято, исторически принято разделять на природоохранную деятельность и природопользование, то есть использование тех ресурсов, которые есть в земле, в воздухе, в воде и так далее. На самом деле, все взаимосвязано очень тесно, и необходимо при именно использовании природных ресурсов, сейчас вот это все более и более становится актуально, и с нами соглашаются, на самом деле, и недродобывающие компании, что просто потребительски относиться к тем природным ресурсам и богатствам, которые есть в земле, на земле, уже дальше невозможно, просто потому что мы видим залитые нефтью реки, пастбище, отравленный город, воздух в городах и так далее. Да, и необходимо при использовании, ну, потреблении того ресурсов соблюдать строго определенные правила, в том числе, то есть таким образом это тоже, может, мы говорим об охране окружающей среды. То есть охрана, защита окружающей среды, она должна подкрепляться такой мощной правовой базой, правильно я понимаю, Юлия? Да, конечно. Вот вы отвечаете за эту часть как раз, за законодательность. Да, за рассказ нашим семинаристам этого вопроса, да. То есть как бы, ну, наш семинар как бы будет образовательный, такой семинар-тренинг трехдневный, я думаю, будет очень интенсивный, где мы будем последовательно рассказывать все права граждан в области защиты и охраны окружающей среды, то есть начиная с базовых прав, то есть там конституционное право у нас у гражданина, у каждого есть право на благоприятную окружающую среду, и в то же время по той же конституции у нас обязанность сохранять природу. Вот мы начнем с этих базовых позиций и будем двигаться по отдельным правам граждан, как уже Катерина сказала, что право на получение экологической информации, то есть мы будем проводить тренинг, как написать запросную информацию, куда его направить, как собрать информацию для этого запроса, а как проводить общественный мониторинг, общественный контроль за охраной окружающей среды. Часть один из наших дней будет посвящен специальным правам коренных младшественных народов, потому что для Ниндского автономного округа это актуально, здесь очень много этих народов проживает, и они, собственно говоря, являются теми людьми, которые могут увидеть эти нарушения охраны природы и их как-то фиксировать, куда-то сообщить. Мы должны их просто научить, как это сделать, что является нарушением, мы будем об этом рассказывать. Потому что для того, чтобы защищать свои права, надо вообще их знать. То есть что является нарушением, как-то это фиксировать и передавать дальше. Вот один из дней будет посвящен этому вопросу, и там будет в этом дне тоже у нас тренинг, на котором мы будем учить коренные народы договариваться с компаниями, которые приходят на территории их проживания, о совместном существовании, как компании добывать или использовать природу в этом месте, не нарушая вот эту хрупкую грань, чтобы сохранялся и традиционный образ жизни, и могло вести в какое-то интенсивное природопользование. Мы будем разрабатывать такие документы, и фактически этот тренинг будет еще направлен на снятие психологического барьера, который у многих возникает, когда речь доходит до разговоров с органами власти. Даже если человек ни в чем не виноват, психологически очень сложно обращаться куда-то, а тем более разговаривать с компаниями. Но вот завершающий наш день, он будет уже такой комплексный и большой, там уже мы будем рассказывать о том, что такое общественный контроль, об этом законе, как он действует, какие у нас региональные опыты, о защите, в том числе судебной, как можно защищать свои права в суде. Ну и в общем это будет тоже, у нас в конце будет тренинг, как бы в общем ежедневный. Мы надеемся, что в результате этого семинара люди, даже те, которые, может быть, уже начали защищать окружающую среду, уже знают какие-то позиции, унесут такой багаж знаний, что смогут передавать его другим. В общем, для нас это основное, чтобы мы обучили неких лидеров, которые уже рассказывали на местах, как это делать всем вместе. Вот я надеюсь, что вот наш опыт 15-летний показывает о том, что регионы, в которых мы были, они достаточно эффективно потом, ну как-то выстреливают в этом направлении, мы видим там подвижки, и очень это эффективно на самом деле бывает. Вот в Ненецком округе мы такой проводим впервые, вот, наверное, именно экологический семинар, и я надеюсь, что он будет очень интересным и полезным для региона. И я бы хотела еще добавить, что важной частью и направленностью этих мероприятий, семинаров, кроме вот правовой составляющей, является направленность на то, чтобы граждане получали возможность именно взаимодействовать на равных и с государством, и с компаниями, да, потому что только вместе, объединив усилия, всех-всех-всех трех составляющих общества, возможно, действительно сохранить ту хрупкую природу Арктики, в которой вы живете. Поэтому это тоже важная такая будет направленность нашей работы. Хочется еще понять востребованность вот этого, востребованность знаний вот этих вот. Как вообще обстоит у нас в регионе ситуация с охраной и защитой окружающей среды? И много ли вообще людей вовлечено вот в эту деятельность? Да, у нас регион, как вот коллеги правильно заметили, это регион, где пытаются найти точки соприкосновения и, в принципе, находят отчасти недропользователей и люди, ведущие традиционный образ жизни. То есть у нас в регионе более 90% всех земель, абсолютного большинства, это олени-пастбища, которые используются в сельскохозяйственных нуждах для выпаса оленей. То есть, соответственно, и на этих же землях приходят недропользователи и обустраивают свои объекты. Строят дороги, строят промышленные площадки, буровые, геологоразведочные работы ведут. И, конечно же, непосредственно во время этих работ снимаются земельные ресурсы, которые используются коренным и отчисленным населением. И вот именно в этот момент, в момент даже непосредственно обустройства, а на этапе проектирования обустройства, то есть, так сказать, намеченной деятельности, проводятся мероприятия, которые в рамках законодательства нашего идут. Это общественное слушание, процедура экологической экспертизы, оценка воздействия на окружающую среду. И в данных всех мероприятиях, конечно же, все наше население, оно может участвовать. Могут участвовать и общественные объединения, и просто граждане, которым это интересно. И как раз в рамках этого образовательного семинара будет рассказано о том, как это правильно делать, как ввести контакт, как ввести беседы. Из практики можно сказать, что сейчас вот те... У нас же постоянно идут экологическая экспертиза, постоянно проходит общественное слушание. И посещаемость вот этих вот мероприятий, она оставляет желать лучшего. То есть народ редко приходит, и мало, и вопросов там актуальных не поднимается. То есть почему вы решили сделать так, а не так? Почему вы расположили здесь объект, а не здесь? Ну и так далее. То есть такие вопросы, они могут задаваться, но иногда население, граждане, они просто не знают, как этот вопрос правильно задать. Они не знают свои права, даже самые элементарные права вплоть до Конституции. И вот эти вот такие вот образовательные мероприятия, они очень полезны для нашего региона, чтобы в целом сохранять наш арктический край, потому что природа и экосистемы у нас в Ниньевском округе, в Арктике, они более ранимы, нежели в других более южных субъектах. Вот возникает у меня вот такой вопрос. Вы сказали, что мало, маленькая посещаемость, мало людей знает о своих правах. А может быть, мало людей интересуется этим, защитой окружающей среды, экологией. Может быть, нужно именно популяризировать вот это направление, само направление, не просто рассказывать людям о том, что у вас есть права, а о том, что надо защищать окружающую среду, нужно бороться за экологией, мы этим дышим, воздухом. И вот все вот в этом ключе. Безусловно, это один из важнейших вопросов. Этот семинар направлен на это в том числе. Конечно, не зная своих прав, люди не понимают, что они должны защищать, как это вообще возможно, и для чего это нужно. Конечно, популяризация самого вот этого образа жизни в здоровой окружающей среде, благоприятной там среде жизни обитания. То есть, безусловно, она должна популяризироваться и с помощью таких семинаров в том числе. Но здесь ведь правовое просвещение, такое экологическое просвещение, это же работа многоплановая, она должна вестись и в школах. И я вот считаю, что, например, она даже раньше должна начинаться вот с детского сада, потому что во многих там, ну, скажем, европейских странах они уже с детства знают, что это такое. У нас, к сожалению, этого не ведется, хотя программы, например, есть в школах, но, может быть, как-то это не так доносят. И, безусловно, вот здесь вот я бы хотела сказать, что именно общественные движения, общественные организации, некоммерческие, природоохранные, вот в том числе, в частности, и в России, в том числе, они несут на себе вот это вот бремя, как объяснить обычным гражданам, как это важно, защищать окружающую среду, что от каждого из нас зависит финал этого, того, где мы будем жить, в каком вот доме, в какой среде. Безусловно, это очень важно. И я думаю, что ваша передача, в том числе, донесет сейчас, да, части граждан эту информацию, и мы будем рады, наверное, и с ними встретиться, и им рассказать, и, может быть, какие-то обучающие материалы здесь оставить, чтобы они могли уже потом обратиться в организацию, которая здесь существует. И если захотят, чтобы им что-то разъяснили, а помогли, то они уже дальше понесут эти знания. Екатерина, вот вы согласны, да, с тем тезисом? Вот Юлия сказала, что нужно менять образовательные ориентиры, нужно с малых лет приучать. Да, абсолютно согласна. И действительно, это разные компоненты, то, что мы будем делать на протяжении последующих трех дней, и просвещение, и просвещение организованное, и просвещение путем просто деятельности общественных организаций, это разное, и вообще просвещение, в том числе, на телевидении, на телевидении, средств других средств массовой информации, это все разные направления просветительской деятельности в области окружающей среды. И, наверное, вы знаете, что 2017 год объявлен годом экологии, и очень большое, с одной стороны, очень большое внимание, с другой стороны, на самом деле, оно могло бы быть и побольше, и на федеральных каналах, и на других региональных каких-то каналах средств массовой информации. Именно вопрос о сохранении окружающей среды, участие каждого посильного в этих вопросах. Вот наша организация не так давно, например, по нашему запросу проводили социологические исследования. Я не берусь привести точные цифры, но приблизительно почти около половины опрошенных говорят о том, что, с одной стороны, беспокоят вопросы экологии, и, с другой стороны, природа России, это то, чем они гордятся. Вот этим, по-моему, даже больше, там, около 70% населения. Но в то же время, то есть, это наше национальное достояние, повод для нашего патриотизма. Но в то же время делать какие-то практические вещи, как в быту, так и в каких-то уже более общественно значимых вещах, к сожалению, опять же, по статистике, делает меньше 1% населения. Поэтому, да, безусловно, особенно в рамках года, ну, можно воспользоваться рамками по поводу. По поводу, да. А что касается образовательных стандартов, да, этот вопрос поднимается уже многократно. Вот в декабре был очередной Госсовет по охране окружающей среды, и в том числе одно из поручений, но, к сожалению, уже тоже, по-моему, третий раз повторяется, одно из поручений по итогам, это включить в программы, программы экологии, но не просто включить, за счет других каких-то предметов, и на уровне, когда это формально отдать, просто галку поставить. Конечно, это должно быть так подано, чтобы каждый ребенок, сначала ребенок, потом подросток и взрослый человек чувствовал это в том месте, где он живет, необходимость и потребность, заинтересованность и необходимость в сохранении природы и себя как части природы. То есть пока это все на уровне некоммерческих организаций? Ну, я бы не сказала, конечно. Нет, конечно, государство делает много, многие много делают, и много делают сейчас в последнее время в компании, на самом деле, во многих регионах, и вот я знаю, в Ямал-Невском Украине, может быть, Алексей больше скажет, но некоммерческие организации в этом большую роль играют, конечно. Алексей, как у нас в регионе обстоят дела с мероприятиями в сфере экологии? Ну, как тоже правильно коллега заметила, мероприятия по-экологически, они, конечно, есть, но их могло быть и больше. Это насчет того, хотелось бы отметить, что экологические проблемы, вот, экологические вопросы, они на привеске дня с каждым днем, с каждым годом будут звучать актуальнее и все более звучно, и это не связано с тем, что именно в этот год экологии, это и в следующие, и в последующие года. И здесь важно находить именно точки взаимодействия, потому что между населением, между гражданским обществом и недропользователями, которые допускают именно самые большие вот экологическую нагрузку на экосистемы. И что на уровне мирового сообщества уже давно вот признано, что как раз экологические вопросы, они являются очень важными, если не самыми важными, которые, ну, после, конечно, геополитических и прочих. Также принято и на уровне государства, что мы должны все заботиться об окружающей среде, мы должны защищать, охранять, участвовать в ее сохранении. Также это призвано и на уровне крупных компаний, недропользователей, и более небольших, которые проходят необходимую сертификацию и прочие, которые стараются все-таки внедрить у себя систему экологического менеджмента, проходить все необходимые процедуры, которые их вынуждают и законодательство, а некоторые компании даже идут, проходят правила лишней мили, то есть дополнительно. Однако существует такой момент, что на местах, непосредственно уже в низах компании происходит небольшой саботаж. То есть это может быть либо какими-то отдельными сотрудниками, либо еще что-то, какие-то нештатные ситуации, может еще что-то. И это не говорит, что компания плохая, то есть это просто вот такая ситуация, и которую, в принципе, население может увидеть. А, допустим, нефтяная компания или какая-то другая компания, оказывающая воздействие на окружающую среду, она может захочет это умолчать. И вот здесь вот возникает вот такой вот конфликтный вопрос, который вот надо найти из нее выход, чтобы всех он устраивал. Поэтому здесь вот именно образовательная вот эта составляющая, она очень важна. А если не говорить о деятельности нефтяных компаний, о том, что какой-то они вред там причиняют окружающей среде, а говорить о том, что вот сейчас рядом, близко с нами находятся? Потому что многие думают, ну, недропользователи, они же там в тундре далеко, и как бы нам-то что от этого, что они там делают? А если вот людям указать, на что вот у них под носом перед глазами, какие-то мы можем проблемы прямо сейчас назвать, которые у нас даже в том же Наринмаре вот сейчас существуют? Ну, самая актуальная проблема, конечно же, у нас в Наринмаре, на мой взгляд, это, конечно же, со свалками, которые не соответствуют санитарным экологическим требованиям, которые могут и гореть, и загрязняют, и грунтовые, и воды, и атмосферу, и прочие экосистемы окружающие их. И здесь, конечно же, необходимо решать эти вопросы, начинать эти вопросы, конечно же, опять же, с образования, потому что если взять опыт европейских стран, они занимаются образованием, в первую очередь, а с детсадовского возраста, то есть работают с детьми, которые потом уже учат своих родителей, как раздельно собирать мусор, как его сортировать и так далее. И у них вот эта культура экологическая идет именно с маленького возраста. И вот здесь у нас тоже с этим надо работать, и вот актуально вопрос именно это с отходами, именно что касается Наринмара. Екатерина... Зачем это надо? Екатерина, вот по линии Всемирного фонда дикой природы, вот вам не поступают какие-то тревожные звоночки из нашего региона? Нет что-то вот такого, что сейчас можно говорить, что у нас реально есть какие-то проблемы экологические? Ну, мы занимаемся, вот отходами занимается много других организаций, мы сфокусировались на немножко других проблемах, да, и поэтому в основном, скажем так, в основном вопросы, связанные с метрополизацией, с одной стороны, с другой стороны, это с вопросами нарушения законодательства в области охраны животного мира, то есть браконьерства, если говорить, если, к сожалению, такие случаи бывают. Но, с другой стороны, в общем, насколько мы знаем, достаточно много делается и на уровне руководства Ненецкого округа, так и вот отдельными компаниями, поэтому, именно поэтому в том числе, в том числе, поэтому здесь есть перспектива, поэтому вы здесь, и мы, в общем-то, проводили этот семинар. Много участников ожидаете увидеть? Мы ожидали больше, конечно, участников, а именно были нацелены на приглашение участников сел, то есть с населенных пунктов Ненецкого автономного округа. Однако в последний момент некоторые участники отказались, но, тем не менее, участники будут. Участники будут из сел и из Наринмара, с поселка Искатели, то есть у нас приглашаются все заинтересованные, то есть двери открыты, в любой день приходите, пожалуйста, включайтесь в работу. Пока ожидается, ну, человек 30. Это хорошее? Да, на самом деле для того, чтобы передали... Для тренинга, когда люди не просто слушают информацию, это не просто лекции, а участвуют в таких выполнении практических заданий, то это, на самом деле, оптимально. Больше уже сложно. Тогда нужно делиться на большее число групп, и тогда нам нужно в следующий раз... Мы надеемся, что будет в следующий раз больше участников, тогда мы приедем больше команды для того, чтобы охватить всех желающих. Да, у кого не получится сейчас поучаствовать в семинаре, они могут... Мы второй семинар будем проводить еще летом, постараемся его провести, а если коллеги приедут, согласятся снова провести его, то можно будет поучаствовать в следующем. Большему количеству. Да, да, конечно. Правильно я понимаю, что от своей работы, конечно, хочется увидеть эффект. Конечно. В любом случае. Хочется, чтобы люди пользовались этими знаниями. Так вот, кто эти участники, кто это должен быть, чтобы они применили на практике эти знания, которые вы им дадите? Это же не просто какой-то человек прохожий с улицы зашел, послушал, просто ему интересно. Нет, ну бывает так. Таким бывает тоже. Бывает, что заходит человек прохожий, и совершенно ранее не подозревавший. А потом вовлекается. Да, понимаете, вопрос же, как об этом рассказывать, и как заинтересовать человека, заниматься именно этим. Например, если говорить о коренных народах, им не надо рассказывать, что тундра должна быть чистая, потому что он точно знает, что она должна быть чистая. Потому что он пьет эту воду, он ест эту рыбу, у него олень ест этот ягель, ему нужна эта чистота. То есть он это понимает, он рожден с этим пониманием. Если говорить о человеке с улицы, то, например, для многих рассказывал коллега о мусоре раздельном. Многие же даже не понимают, а зачем его делить? В чем проблема-то? И только узнав, а зачем это делается? В чем беда, в чем вообще сжигание мусора? Что это канцерогены, что это очень ядовито, что это опасно для здоровья человека. Человеку нужно говорить, что, прежде всего, это опасно для тебя. Для него, да. То есть, понимаете, именно пример, что это на него, он должен на себя примерить вот это все. То есть бросая мусор или собирая... Ну, к сожалению, конечно, о раздельном сборе мусора мы, наверное, не можем говорить. Сейчас у нас нет технологий таких вот в городах, и везде, чтобы собирать его, и чтобы его действительно так правильно перерабатывали. Но вообще это начинается с этого. Лишняя вода в кране, которая течет, вот мусор брошенный, даже просто на улице. Понимаете, все равно же с этого все начинается. То есть как чисто и честно должно быть и внутри себя, чтобы вот вокруг тоже тебя вот это окружало. Поэтому мы готовы, мы специально умеем это делать, заинтересовывать людей, рассказывать им в охране окружающей среды так, чтобы он чувствовал свою вовлеченность, что именно от него зависит, как будет завтра выглядеть этот город, какой здесь будет воздух, какая будет вода в Печоре, какая там будет рыба. То есть да, то есть это вот так мы и делаем. И, конечно, мы, если отвечать совсем непосредственно на вопрос, конечно, мы надеемся и мы полагаем, что участники этого семинара будут участвовать, в том числе в общественных слушаниях, которые обязательно будут проходить по мере развития дальнейшего региона, и не только недропользоваться других предприятий. Конечно, мы надеемся, что они будут уметь вовлекаться и в ту деятельность, которую ведут именно как независимые, ну, можно сказать, даже эксперты, которые деятельность ведут и компании, и государства, и устанавливать диалог, и находить какие-то общие точки соприкосновения в этих вопросах. И опыт, ну, и нашей организации, и других организаций показывает, что такие мероприятия, в общем, приводят обычно к установлению новых каких-то сторон диалогов. Где-то вот в каких-то областях, когда наши эксперты приезжали, вообще люди не могли разговаривать друг с другом, а оказывается, они говорят об одном и том же, просто никогда не садились разными словами или не садились за один стол, и не обменивались этим своим мнением. Поэтому вот именно такой позитивный эффект мы ожидаем от нашего семинара. Да будет так. Желаю вам плодотворной работы, заинтересованных участников. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Это было Актуальное интервью. Увидимся. Продолжение следует...